Здравствуйте, Елена. Хотела бы вам задать несколько вопросов по поводу конференции. Первый вопрос. Ваше впечатление, как на Ваш взгляд, удалась конференция или не удалась? На мой взгляд, конференция, безусловно, удалась. Мы, конечно, приложили очень много сил, чтобы все это организовать в таком уровне, но самое главное в любой конференции – это общение, это те люди, которые приезжают на конференцию, это та синергия, которая является результатом объединения тех энергий, которые они несут с собой. И здорово, что в этом году, в этом месте собрались люди абсолютно изо всех уголков России. Мне даже очень трудно вспомнить все названия, боюсь, я думаю, где-то около 60 городов российских. это наши коллеги из Украины, из Белоруссии, это наши коллеги из Узбекистана, Казахстана, и наши замечательные гости из дальнего зарубежья, из Италии, из Великобритании, из Дублина, из Ирландии, из США. Здорово, мы встретились, мы обсудили насущные проблемы, мы поделились самыми последними технологиями и наработками, опытом своим из первых рук. И атмосфера была здесь замечательная, чудесная, никакого соперничества, действительно искреннее участие и сотрудничество. Поэтому я считаю, что конференция, безусловно, удалась. О том, что очень хорошая, позитивная атмосфера, говорило несколько человек, вот я несколько интервью брала, все с этим согласны и все это подчеркивают. Хотела у вас спросить, как вам это удалось и во что пришлось вложить наибольшее количество усилий, то есть в чем были наибольшие трудности при организации? Я думаю, что удалось, наверное, удался подбор презентации, удалось составить интересную программу, которая привлекла такое количество людей сюда. Конечно, когда мы готовили эту конференцию, когда мы обсуждали концепцию, мы готовили ее вместе с партнерами из компании «ОК», город Самара, и из компании «Провербум», город Санкт-Петербург. И особенно с моими самарскими коллегами, мы вначале очень много спорили, у нас были небольшие расхождения в видении того, как эта конференция должна пройти. Формат этой конференции, конечно, обсуждался очень активно, но потом, на самом деле, мы настолько поняли друг друга, что стали получать удовольствие от сотрудничества. Были, конечно, небольшие, может быть, шероховатости, потому что часть работы выполнялась партнерами в Самаре, часть работы в Петербурге. Ну и, конечно, нам досталось самое, может быть, сложное, организовать пол-прием, вот эту атмосферу. Мы готовились, мы собирали волонтеров, мы проводили репетиции с волонтерами, мы постарались сделать все так, чтобы это была действительно профессиональная конференция, и организация тоже была профессиональной. Мы работали очень много с отелем, в котором проходит конференция, и с ними очень многие вопросы заранее проговаривали, обсуждали, пытаясь найти какой-то лучший вариант, скажем, как быстро обслужить такое большое количество участников во время обеденного перерыва, чтобы они успели на заседании после обеда, чтобы не было задержек, организация, ну вот, вот этих вот самых мелочей. Я очень благодарна всем, страшно благодарна волонтерам, хотелось бы увидеть здесь шеренгу в красных майках, и, конечно, благодарна своим партнерам, и отелю, который нас принял. Очень много усилий вы вложили, это видно на очень высоком профессиональном уровне, все подготовлено. Такой вопрос, вот та энергия, которая здесь сейчас витает, поможет ли она в будущем положительно ответить на тот вопрос, будет ли вы еще участвовать в конференции, готовы ли вы снова пройти через все эти этапы, да, и снова организовать такую же конференцию в следующем году? Нет, конечно, безусловно, мы будем, потому что мы уже проводили конференцию здесь, в Екатеринбурге, в прошлом году, и мое решение было, я сразу же сказала партнерам, нет, мы будем проводить конференцию в Екатеринбурге, потому что я все равно буду проводить конференцию в Екатеринбурге. И что касается последующей конференции, мы пока не определились с местом, мы договаривались, что, возможно, будем ротировать города, проводить конференцию по очереди в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Но это мы еще будем обсуждать, когда будем подводить итоги конференции, и поэтому сейчас мне сложно сказать, но то, что конференции будут проходить, это, безусловно, да, это однозначное да, и я считаю, что это надо. Сама вот эта конференция, та география участников, которая собралась здесь, и те участники, тот уровень участников, и тот состав, а здесь были и бюро переводов, и преподаватели перевода, и переводчики-фрилансеры, и композиции, которые занимаются производством средств для перевода, как оборудование, например, для синхронного перевода, и, скажем, программного продукта для перевода. То есть, фактически, эта конференция объединила всех, и еще раз доказала, что такие конференции нужны. Я, наверное, долго говорю. Говорите хорошо, хочется слушать. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за время, и от имени всех участников большое спасибо вам, как организатору, за огромную работу и за профессиональный опыт. Спасибо компании «Интекст», которая нас поддержала, выступил спонсором конференции, и мы очень надеемся, что на будущий год нам приедет больше компаний, больше переводчиков с Украиной. Спасибо большое. Ждем вас.